Оживленно на катке ледовой арены имени Владислава Третьяка этим утром на льду юные таланты. Кобок будущих чемпионов. Первые соревнования по фигурному катанию, которые проходят в новом спорткомплексе. Участвуют более 150 начинающих фигуристов. Маленькие, изящные будущие чемпионы. Обкатать лед Щелковского физкультурно-оздоровительного комплекса смогли юные спортсмены из Москвы, области и даже Краснодарского края. Организовать первые на ледовой арене имени Владислава Третьяка соревнования предложила компания «Студия 38». Директор арены с готовностью поддержал такой полезный и для щелковских спортсменов опыт. Мы рады приветствовать такие соревнования у нас на арене. Это первое соревнование, которое мы проводим по фигурному катанию. Это и проба льда, и наши дети, которые занимаются, тоже посмотрим, что же такое фигурное катание. Я случайно не повернулась туда на программе, на прокате, ну и может попасть в другое место. Но я не расстраиваюсь, я рада, что откатала программу. И я очень рада, я горжусь собой. Совсем юные ребята в возрасте от 6 до 10 лет выступали с одиночной программой. Не зря соревнования названы Кубок будущих чемпионов. У большинства спортсменов самые внушительные успехи еще впереди. Однако за плечами уже есть определенный опыт. Алина Аздоева уже успела выступить на четырех соревнованиях с задорной программой «Клоун» и одержала победу в щелковском турнире. Моя программа называется «Клоун». Она мне очень нравится. Почему тебе нравится заниматься фигурным катанием? Потому что это красивый вид спорта. Да, здорово. Мы уже на разных катках были. Хорошие раздевалочки организованы. Чистенько все везде. Вроде все хорошо. Тем более, в честь Владислава Третьяка меня отец назвал Владиславом через Третьяка. Поэтому очень приятно. Всего в соревнованиях приняли участие 183 начинающих спортсмена. Щелковские фигуристы на турнире не выступали. Они пока усердно готовятся. В Ледовой арене набрано 7 бюджетных групп и 4 в школе имени Слуцкой. Занимается порядка 200 ребят. Для нас они очень важны, так как это популяризируется видом спорта, как фигурное катание. Интерес наших фигуристов, которые мы в отделении, посмотреть, как дети занимаются, как выступают. Следующие соревнования в Ледовой арене готовят к большому событию – Дню космонавтики. Обещают, что на них мы сможем увидеть и щелковских юных спортсменов. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».